Наглядный пример на этом объекте. Параллельно идут работы двух подрядных организаций, разбирают наше известное культпросветучилище. Техники также работают здесь очень много. Есть место для мойки. Якобы, по словам подрядчиков, она сломалась вчера. Но, тем не менее, территория вокруг мойки не оборудована, как положено. Положены плиты и крупный гравий, но он не дает достаточно таких возможностей, чтобы грязь оставалась на участке. И, естественно, грязь вывозится на улицу Конева. Тем не менее, работают щетки два трактора. Убирают, но это не настолько эффективно. И грязь все равно остается взять, если в обе стороны идет, и свежие следы грязи остаются. Поэтому подрядчику опять выдано замечание. Их опять пригласили на комиссию. Ну, не знаю, будем штрафовать теперь более солидными суммами. Проводим ежедневный мониторинг. И департамент градостроительства, и департамент административный. Понятно, в последнее время случаев вывоза грязи, конечно, уменьшилось, потому что, ну, наверное, сработали те профилактические мероприятия, которые мы, естественно, в процессе рейдов проводим. Но, тем не менее, вот сегодня свежий и явный пример организации, о которой, повторюсь, штрафовали и будем штрафовать, но никаких действенных мер не принимают. Субтитры создавал DimaTorzok